Приветствую всех любителей простой и упрощенной электроники. Сегодня мы изготовим гравитационный сигнализационный датчик, который будет работать без фоторезисторов, всяких термисторов, микросхем и транзисторов. Для этого потребуется всего лишь доска, фольга, можно использовать вот такой обрезок винной пробки, шуруп, ну и конечно проволока. От доски мы отпиляем небольшой брусочек. На этом брусочке мы будем располагать всю конструкцию. Из пробки делаем пробку, а точнее делаем небольшое корыце, в которое можно будет засыпать кое-что. Кое-что это небольшие кусочки фольги, скатанные в шарики, примерно вот так. Вот таких шариков надо накатать немножечко побольше, так, чтобы ваша установка потом очень даже хорошо могла работать. Эти шарики я сейчас пока уберу в небольшую чашечку, они нам еще пригодятся. Да и ножовкой я сейчас размахивать не буду. В общем, вжик-вжик, дрын-дрын и установка готова. Ах, да, я забыл, как сделать гравитационный резонатор. Гравитационный резонатор это вот такая штука, а точнее кусок проволоки, который изгибается по очень хитрой параболической и тетраэдральной траектории. Ну а короче выглядит вот так. Типа антенны такой. Да, и она должна дрожать. В чашке эта антенна не касается ни шурупов, ни краев, то есть здесь есть зазорчик. И эта антенна пришуруплена с помощью вот такого шурупа и крестообразной отвертки. Если кто не знает, то вот такие шурупы прикручиваются вот такой отверткой. Ну а теперь очень кропотливая, дорогостоящая и важная процедура это заполнение нашего гравитационного датчика изготовленными вот этими шариками из фольги. Они очень удачно располагаются в этом жестяно-алюминиевом корыте. Ну и все. Да, все. Гравитационный датчик готов. Ну он же должен что-то включать и выключать, а чтобы это что-то включалось и выключалось, наверное, нам нужен источник питания. Это будет вот такая аккумуляторная батареечка. Ну а сигнализером может быть лампочка на пульте, или же какая-нибудь ревулька, ну или даже самодельная сирена, которую вы когда-то сделали и спаяли. В общем, прикручиваем мы сюда эту лампочку последовательно. То есть корыта, антенна, лампочка, батарейка. Ах да, ее же надо с помощью проводка вот сюда взять и подключить. А то иначе ни черта у нас работать не будет. Все, конструкция готова. Можно приступать к испытаниям. Как же эта штука будет работать? Работать она будет вот так. Работай, говорю. Заработала. Ну что вы думаете? Такие грубые удары, и она вот будет реагировать всего лишь на такие значительные шаги? Типа мамонты прошли? Да нет, ребят. На самом деле, после тщательной настройки вот этих шариков, сигнализация наша будет реагировать даже вот на такие удары небольшой отвертки. Если вы думаете, что под столом забрался мой сын и включает и выключает там кнопку, да ничего подобного. Принцип этого сигнализатора настолько прост, что исполнить, повторить его сможет каждый. То, что моргает лампочка, это все нормально. Когда я стучу по столу или хожу рядом с ним, или даже громко разговариваю, или стучу кулаками, вот эти шарики с этой антенночкой начинают взаимодействовать. И вот когда антеночка трясется, шарики начинают контактировать друг с другом, мы видим вспышки лампочки. Примерно то же самое происходит в Кагирире Попова, и когда приходит на эту антенну радиоволна, наша сигнализация тоже будет срабатывать. Ну а теперь улыбнитесь, ребята. Дело в том, что, конечно же, это не серьезное устройство. Оно демонстрирует лишь самые базовые принципиальные понятия, с помощью которых вы можете придумывать и создавать устройство на очень простых принципах, не заморачиваясь транзисторами, микросхемами, всякими там фотодиодами, фотодатчиками и лазерными сигнализациями.